Пока парламентские фотографы спорят о лучшем кадре, депутаты без дискуссий принимают изменения в стратегию социально-экономического развития региона до 2020 года. В проекте в том числе учитывается и то, что Кубань после возвращения Крыма не единственный субъект России, имеющий выход к Черному морю. Развитие конкурентных преимуществ на последней в этом году сессии депутаты обсуждали вместе с губернатором. Много вопросов нужно решить, вопрос лично-коммунального хозяйства, тарифы и очень много того, о чем говорят люди, и о тротуарах, и об освещении, и об детских садах, и школах. Это все деньги. Мы должны двигаться вперед, мы должны искать те точки роста, которые завтра увеличат наш экономический результат, наш экономический потенциал. Поэтому максимально сегодня я наваливаюсь на эти промзоны, промпарки, индустриальные парки, потому что сегодня, хотя бы пусть сегодня, но мы же должны эти семена бросить. И тогда только эти семена прорастут. В противном случае и завтра у нас не будет этого выхлопа, не будет устойчивой этой экономики, а будем ехать на наших традиционных отраслях. Поддержка инвесторам, создание условий игры, правил игры – это нормативная база, которая формируется и принимается именно вами. Первый шаг уже сделан. Резиденты индустриальных парков на Кубани получат помощь с подключением к инфраструктуре налоговые льготы, которые уже возвращаются в краевой бюджет в виде поступления от новых предприятий. Основная задача в следующем году обращается к парламенту Вениамин Кондратьев – создать такую законодательную базу для роста экономики, чтобы выполнить все социальные обязательства власти перед населением. Благодаря вашим решениям, сегодня мы успешно, считаю, завершаем этот год, потому что где-то правильно расставили приоритеты. Все решения, которые мы приняли, они были финансово обеспечены, подкреплены, поэтому реализованы. Прежде всего мы с вами в полном объеме сохранили региональные социальные выплаты. – Коллеги, я не хочу хвастаться, но не каждый регион, далеко не каждый в России может об этом сказать. А мы можем. И даже в бюджете на следующий год предусмотрели индексацию на 4%. Мы уже эту ответственность на себя взяли на 4%. Мы однозначно выполнили. – Действительно, очень многое сделано сегодня в вопросах развития экономики, но предстоит сделать не меньше. – Надо сделать все, чтобы показатели 2016 года мы закрепили и превзошли в 2017 году. Депутаты одобрили изменения и в краевую программу развития образования, увеличенное финансирование дошкольного и общего образования. Также предусмотрены деньги на компенсацию расходов по оплате жилья и его отопления учителям, работающим на селе. Станичный вопрос стал одним из основных на парламентской сессии. Губернатор предложил депутатам в следующем году продумать инструменты льготной ипотеки для врачей и педагогов, в том числе работающих в сельской местности. – Главное богатство – это люди. Как бы мы ни крутились, как бы мы ни говорили. Поэтому сегодня, вот много у меня вопросов здесь стоит, которые можно и нужно сейчас обозначить. Все-таки необходимо внырить механизм льготной ипотеки или ипотечной программы для врачей и учителей края. А сегодня мы отвечаем дефицит врачебных кадров в среднем на 30-40, где-то 50%. По-другому, учителя и врачи, особенно в сельскую местность, не поедут. Потому что возможности в углах муниципальных образований просто дать это жилье, ну нет такой возможности. Конечно, ипотека. Ну, а банки здесь тоже не готовы брать, просто давать. Ну, это наше бремя, коллеги, наше бремя, вот если хотите, социальные ответственности. Депутаты готовы начать продумывать этот вопрос уже с нового года. Без этих решений село будет постепенно умирать, потому что бюджетных денег не достает в поселениях. Нужна подпитка, серьезная подпитка. Желание людей лучше конвертировать в законодательные акты и акты исполнительной власти. Разрыв между населением и властью должен быть минимальным, либо вообще отсутствовать. Удалось ли этого добиться, покажет 2017 год, когда пройдут выборы в Кубанский парламент. Если решение об оптимизации его работы будет принято, голосование станет знаковым. Число народных избранников может сократиться почти на треть. Из 100 депутатов нынешнего созыва планируется, что после выборов в сентябре следующего года кресла в законодательном собрании края займут уже 70 парламентариев. По мнению политологов, депутатский корпус может обновиться более чем наполовину.